Никто из бегунов, девушек, ребят, не качает пресс. Это у вас вот эти все кубики и рельеф от бега? Да, конечно, нужно сцепку сделать. Бег и программа питания. Ничего не надо исключать. Если вы хотите шоколад, вы должны его есть. Когда мы бежим медленно, мы переходим на трату жиров. Бег на низком пульсе способствует похудению. Возможность говорить на пробежке означает, что вы бежите на низком пульсе перед тем, как вы выходите на тренировку, позавтракать, пообедать или поужинать. Это связано с гликогеном. Если мы не поедим, это будет отвратительное состояние на пробежке. Бег и кофеин. Это будет вам помогать. На до и после у многих жизнь разделилась во время этого выпуска. Вы будете себя чувствовать просто queen, богиней. Нас все толкали на преодоление. Каждая девочка, которая 17-го пробежит дистанцию, получит медаль. Быть наедине с собой. Быть для себя. Действительно, все происходит. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чебыкина. Это Наташа Ставрова, наш наставник, наш светоч в теме бега. Мы все бегаем, как девчонки. Не забывайте наш хэштег. Он сейчас на экране. Не забывайте промокод от канала «Женщины». Ссылка в описании, чтобы зарегистрироваться на забег, получить много бонусов, плюшек, классный онлайн-курс и побежать вместе с нами 17-го сентября. Сегодня долгожданная тема у нас про то, как бег помогает похудеть. Мы уже сказали, что факт помогает. Что для этого нужно сделать? Как нужно бегать, чтобы похудеть? Как нужно бегать? Нужно просто бегать. Бег, он очень-очень энергозатратный. И если вы выбираете между тем, чтобы, допустим, идти в зал или выбрать пробежки именно для похудения, то выбрав пробежки, вы просто за меньшее количество времени потратите больше. То есть бег – это очень энергозатратно. Поэтому бег именно связан с похудением. И когда кто-то говорит, что я не похудел от бега, это связано еще и с питанием. Нужно сцепку сделать. Бег и программа питания. Ты, как профессиональный диетолог, можешь тезисно сказать, ну, то есть я знаю одно главное правило. То есть, чтобы похудеть, ты должен сжигать, тратить калории меньше, чем потребляешь. Какие советы, может быть, что-то исключить какой-то топ-продуктов? Я просто вас умоляю, ничего не надо исключать, ничего не нужно убирать. Нужно просто взять и посчитать. Если вы хотите шоколад, вы должны его есть. Если вы любите жирное, я очень люблю жирное, то вы должны это есть. То есть это нужно просто посчитать и понять, сколько вам нужно. И я думаю, что если ты не против, мы можем девушкам предложить прям готовую программу питания от меня. И вы сможете зайти, посмотреть и просто применять. То есть там все то, что мы едим, то, что мы любим. Нам не надо, как Джимми Оливер, знаешь. А сейчас мы приготовим легкое блюдо. Возьмите корешки бобовых. Руколу, артишоки, вялены ритоматы на тосканском салфетке. Да, все, пока, Джимми, Джимми, пока. Поэтому здесь все очень просто. И просто это посчитано диетологом. Вы можете этим воспользоваться и сцепку сделать с бегом. Супер. В описании к этому видео будет файл, который вы можете скачать абсолютно бесплатно. И присовокупив его к нашему онлайн-курсу, к нашим с вами тренировкам и желанию пробежать первую жизнь в дистанцию и получить первую в жизни медаль. Плюс питание. Вы еще и обретаете классную физическую форму. Это просто комбо. Какие группы мышц работают, когда мы бегаем? Все. Сто процентов. Даже если вы посмотрите видео, работают мышцы лица. Я их ощущаю. Мышцы кора, пресс, спина. То есть нам для удержания положения они очень нужны. Честно, никто из бегунов, девушек, ребят, не качает пресс. Это у вас вот эти все кубики и рельеф от бега? Конечно. Это связано с тем, что стабилизация на пробежке очень серьезный момент. И тело, оно просто вынуждено стабилизировать, что не происходит в каких-то других, может быть, упражнениях. И, конечно, вот этот момент с жировой прослойкой, да, энергозатратность бега позволяет ее сжигать. Если вы замечали, ты приходишь с пробежки, у тебя уже косые мышцы. Да, это факт. Ну, то есть ты можешь прям оследить это сама. Это связано именно с тем, что очень энергозатратная история и работают все группы мышц. Мы за кадром, когда с тобой общались, ты обращала мое внимание, что можно и нужно худеть, когда ты бегаешь на низком пульсе. Что это значит? Как это контролировать? Нужны ли специальные гаджеты покупать? Или это можно как-то по ощущениям? Да, есть еще такой момент, что когда мы бежим медленно, мы переходим на трату жиров. То есть бег на низком пульсе способствует похудению. Низкий пульс – это 150-155 во время пробежки. Как его можно отследить, понять, что вы бежите на медленном пульсе? Если у вас нет гаджетов, которые, на мой взгляд, нужны только, если вы бежите сверх дистанции, марафон. Кстати, в курсе тренировок есть именно, я буду вас спросить, ваш индивидуальный пульс, потому что мне нужно будет знать именно ваш пульс, именно пульс каждой девушки, потому что это связано с тренировочным процессом. То есть можно отследить здесь, посчитать или здесь, посчитать. За 10 секунд умножаем на 6. Это нормально, это классно. Все спринтера на стадионе мы всегда пользовались таким способом. Или, если вы бежите с подругой, с другом, возможность говорить на пробежке означает, что вы в первой пульсовой зоне, что вы бежите на низком пульсе. То есть ты не сможешь говорить, если пульс высокий? Да, ты не сможешь говорить. Если подруга сказала, что побежит в другой раз, то вы можете проговорить какой-то стих или просто любое предложение, вы это почувствуете. Я вас люблю, чего же более, что я могу еще сказать, теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня или любое другое стихотворение. Не забывайте, кстати, про наш хэштег, потому что мы бегаем все вместе, друг друга отмечаем в социальных сетях. Бегаешь, как девчонка. Именно так называется наш спецпроект на канале Женщины, именно так называется Забег и Наташина беговое сообщество. Все полезные ссылки в описании к этому видео и промокод от канала Женщины, который дает вам скидку на вступительный взнос 500 рублей, а он и так небольшой. Буквально за символическую стоимость получаете классный, сверстанный онлайн-курс, как пробежать вашу первую дистанцию, с пошаговой инструкцией, с чатом, с кураторами, чемпионками России, Европы, мира, которые вам помогут поставить правильную технику, с сообществом девчонок-единомышленниц. Кроме того, получаете каждое, кто пробежит дистанцию 17 сентября, независимо от того, в какой точке вы находитесь, медаль с супердизайном, который будет всегда напоминать вам об этом грандиозном шаге, который вы сделали навстречу себе и своему здоровью, и красоте. А те, кто бежит офлайн в Екатеринбурге, там еще и супербоксы с подарками. За сколько до тренировки и что лучше всего поесть? Питьевой режим и после тренировки. Я знаю, что после любой дистанции я чувствую себя, во-первых, классной, во-вторых, очень голодной и есть желание сразу себя вознаградить, пойти и посидеть с девчонками в кафе. Вот про приемы пищи и пробежки. Расскажи, как их стыковать? Перед тем, как вы выходите на тренировку, вы должны обязательно позавтракать, пообедать или поужинать. В зависимости от того, когда вы выходите, это связано с гликогеном. То есть наши гликогеновые ДПО, они находятся в мышцах и в печени. У них ограниченный запас энергии. Еще для нас, для девушек, мы маленькие, у нас маленький, вот этот запас гликогена, энергии. Если мы не поедим, это будет отвратительное состояние на пробежке. Поэтому завтракаем перед пробежкой где-то за 40, за 50 минут. Если вы привыкли кушать кашу, вы едите кашу. Если вы привыкли есть яичницу, то здесь можно будет поэкспериментировать, посмотреть, потому что, допустим, мне вот не подходит яичница. В любые другие тренировки легко, с бегом немножко есть. Плохо считается у тебя. Да, да, лично у меня. Вы это обязательно поэкспериментируйте. Но бутерброд, тост со сливочным маслом, со сладким джемом, чай или кофе, любой напиток это топ, это супер. Бутерброд с каким-то, может быть, жирным сыром даже подойдет, да, то есть, ну, уже, допустим, без масла, чтобы не сильно было жирно. Поэтому, вот, все, что вы привыкли, все можно, но отследите на пробежке, возможно, яйца будут тяжеловато. То есть, мы поели нормально, плотно достаточно за 40-50 минут. После пробежки, через сколько можно полезно, ну, восстановить энергию с помощью питания и чем? Если вы сразу не зашли домой, а добираетесь еще на транспорте, зашли в душ, переоделись, то вам, на самом деле, как можно быстрее нужно поесть, да? Но, пожалуйста, сразу после пробежки этого делать не нужно. Я знаю, что кто-то бывает в зале, он с собой берет контейнеры и ест. Это связано не с нами, это связано с ребятами, которые занимаются бодибилдингом. Это профессиональная их фишка, это им нужно делать для их спорта. Нам этого делать нельзя, то есть вам не нужно засекать ни в коем случае два часа после, вам нельзя, вам нужно восстановиться, нужно поесть потом. То есть никакого насилия над собой, никаких специальных мер предпринимать не нужно. И еще момент про кофе. Мы с тобой говорили про пульс, то есть бег и кофеин. Крепкий чай, кофе, тонизирующий все эти напитки. Можно, нельзя в день тренировки или наоборот, показывать. Все стимулирующие напитки, они все содержат кофеин. Это будет вам помогать. Шок контента. То есть смотрите, если вы пришли на тренировку и выпили кофе, вы эту энергию кофеина просто израсходуете на тренинге. То есть вы будете себя чувствовать просто queen, богиней. Но бывает так, что мы пьем кофеин и не расходуем, или пьем предтреники и не расходуем, тогда и может возникать вот этот повышенный пульс, то есть вот эта тревожность возникает иногда, какая-то тошнота даже бывает. На до и после у многих жизнь разделилась во время этого выпуска, это очень классно, потому что пить кофе многие считают вредной привычкой и действительно много нареканий к этому напитку, но если вы связываете это с пробежкой, делаете ее качественно и правильно, у вас весь негативный эффект уходит, остается только позитивный. Огонь информация, присоединяйтесь к нам, не забывайте про хэштег и про ваш формокод и ссылку в описании к этому видео. Любим вас, присоединяйтесь к нам. Вот так ты делаешь сердечко? Вот так? Да. Вот так? Вот так. Ха-ха-ха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!